Стихотворение о друзьях, которое прочел Рубцов. Это я попросила его прочесть, потому что для меня ничего нет выше дружбы и человеческого общения. У меня очень много друзей, очень разных, очень разных профессий. А вот среди художников, как ни странно, я почти не дружу ни с кем, кроме моих бывших учеников, которые уже давно стали моими друзьями и моими учителями. И вот этот маленький человек, 29-летний, который взял кисть в руки 4 года назад, вот это его первый самостоятельный матюрмод, вот за Володей, да? Володя, за вашу спину. За Володей. Который защищает вас всех от ударов во лестницу, стал моим другом и моим учителем. Не думайте, что я шучу или кокетничаю. Идея, экспозиционная идея этой выставки принадлежит ему. Он вынул мою картину Равей и показывает дома, чем когда мы ее собирали работать. Я поставила свою картину Равей, которая вся вышла из моей. И рядом калитру, которая вышла из этой картины, а оказалась совсем другой. Даже Алла Александровна приняла ее за мою картину. Мне эта затея страшно понравилась. Я вообще люблю игры. Поэтому я написала парный портрет к его портретам. И устраивала дома у себя в мастерской игры. И предлагала моим многочисленным гостям решить, кто писал эти картины. Очень многие говорили, что обе мои. Некоторые говорили, что обе родственники. Причем Оля Астраумов, когда сказала, что вообще на равных, Светлана закрыла. Думая, что она меня этим оскорбляет. А она меня этим страшно радует. Она может только порадует. Я сразу узнала. Опуск номер 13. Что? Опуск номер 13. Да. Вот зачем вы меня перебиваете? А вы думаете, я забыла? Да. Ну, я жду. Скандаль, скандаль. Будем снимать. От нашего общего имени. Я благодарю. Где она, моя любимая? Где? Лидия Иосифовна. Лидия Иосифовна. Лидия Иосифовна, сюда. Пожалуйста. Замечательную хозяйку этого имения, Островского. Лидия Иосифовна. Настоящую хозяйку. Таких вообще хозяев. Раз-два я обтелся. Да. Вот она. Это настоящая хозяйка. А вот она появится. И встать вот рядом. Совершенно тронута вниманием Лидия Иосифовна к нам во время этой выставки. Лидия Иосифовна специально мне звонила. Нужно ли устраивать фуршет на втором этаже, потому что мне будет трудно подниматься. Очень крутая лестница. А потом она звонила, когда Ростик привезет фуршет, чтобы вызвать ему помощников, чтобы донести. Это вообще часто так бывает. Вот такие люди, да? У нас распространено. Вот я про Лябечку молчать. Я хочу поговорить даже Лябечку. Диль Мухамедову выучила фамилию. Выучила специально. Которую тоже она заботилась. И вот она меня потрясла. Она узнала мою картину Равель, которую видела 7 лет назад. И не только узнала, но вспомнила, как назывался этот выпуск. Я сказала, выпуск номер 13. Да. Вот такие люди у вас есть. И она потряслась, тяточка. Теперь я еще про одного человека хочу сказать. Это небольшая история, которую многие здесь знают, а многие нет. Накануне 98-го года лежу в больнице СТД. У меня отдельный номер, телефон. Мне звонит туда директор Ермоловского театра, в котором я в то время работала. И читает мне по телефону мои новогодние стихи. Оказалось, что это бывший замдиректор. То есть тогда он не бывший был, сейчас он бывший. Замдиректор Большого театра напечатал такие приглашения директорам с моими стихами. Много лет спустя я узнаю, что это бывший замдиректор Большого театра, ныне генеральный директор Бакрушинского музея Дмитрия Викторовича Родиона. И я вас за все, за все тебя благодарю. Да, я могу вас всех туда приглашать. Ну если забьем всех туда под чердак, то приглашаю.